Всем привет, друзья! Сегодня поговорим, как почистить сосуды головного мозга, и каким людям они противопоказаны. Так что досмотрите видео до конца, подпишитесь на канал, если не подписаны. Приятного просмотра! В организме взрослого человека в среднем находится 5,6 литров крови. Она циркулирует по артериям, венам и сосудам, доставляет кислород и питательные вещества во все органы. В том числе, к головному мозгу. От функционирования мозга зависит продолжительность жизни человека и ее качество, поэтому очень важно поддерживать нормальный приток крови к голове. А это обеспечивается, в первую очередь, с помощью крепких и эластичных кровеносных сосудов. Самыми распространенными симптомами, которые сигнализируют вам о проблемах с сосудами, являются общая утомляемость, головокружение, проблемы с памятью и сном, россияность, перепады настроения. Чистка сосудов головного мозга – профилактическая процедура для поддержания здоровья всей сердечно-сосудистой системы. Это необходимая, но несложная процедура, которую часто можно провести без привлечения медикаментов. Чистка нужна для того, чтобы удалить засор, то есть тромб, и укрепить сосудистые стенки. Такой эффект часто оказывают самые обычные продукты питания. Продукты для чистки сосудов мозга и сосудов в общем. Есть несколько народных рецептов, которые направлены на укрепление сосудов. Так можно сочетать грецкие орехи с изюмом и мандаринами. Утром натощак сперва съешьте один крупный мандарин, спустя 5-7 минут – горсть изюма, а в конце – 3 ядра грецкого ореха. После этого нужно воздержаться от завтрака, через 20 минут выпить стакан воды и только через полчаса приступить к утреннему приему пищи. Лечение займет от 3 до 6 месяцев. В грецком орехе очень много растительных жирных кислот омега-3, которые препятствуют образованию холестериновых бляшек. Большое количество калия положительно воздействует на эластичность сердечной мышцы и сосудистых стенок, а лицетин и фосфор поддерживают работоспособность мозга. Но самым ценным веществом в составе считается элергенин. Он отвечает за консистенцию крови, простыми словами, он ее разжижает и снижает вероятность образования тромбов. Ученые давно пришли к выводу, что увеличение в рационе количества орехов значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Плоды шиповника или рябины. О том, что в шиповнике больше витамина С, чем в лимонах, черной смородине и других ягодах знают практически все. Но на этом полезные качества шиповника не заканчиваются. Его плоды вместе с ягодами сушеной рябины можно заваривать как компот или чай. Такой напиток улучшит состояние сосудов и укрепит иммунитет. Основная польза для сосудов в том, что шиповник помогает уменьшить проницаемость стенок. Рябина же, и красная, и черноплодная, помогает нормализовать водно-солевой баланс, что улучшает химический состав крови, а также способствует распаду вредного холестерина. Чеснок обладает мощным противосклеротическим действием, то есть он эффективно расщепляет холестериновые бляшки в сосудах и выводит вредный холестерин из организма. Активные вещества в чесноке действуют на химический состав крови, разжижая ее, препятствуя образованию тромбов. Кроме того, чеснок помогает снять воспаление тканей и спазм в сосудах, снизить артериальное давление. Все это делает растение одним из самых полезных для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и для чистки сосудов головного мозга. Противопоказания. Несмотря на все свои полезные свойства, чеснок имеет ряд противопоказаний. Продукт активно стимулирует пищеварительную систему, поэтому запрещен при хронических. Заболевания в ЖКТ, таких как язва желудка, хронический панкреатит, гастрит. Чеснок противопоказан людям с плохой свертываемостью крови, так как из-за своих сернистых соединений сильно разжижает кровь. При индивидуальной непереносимости чеснока реакция может проявляться в виде сыпи, зуда, покраснения кожи. У особо чувствительных людей аллергиков чеснок может вызвать приступ удушья, отек квинки и анафилактический шок. Эти состояния угрожают жизни человека и требуют неотложного оказания помощи медиков. Несмотря на то, что орехи содержат много питательных веществ, микроэлементов, полезных жиров и антиоксидантов, это еще и очень калорийный продукт. Поэтому орехи следует употреблять отдельно от основных приемов пищи, желательно в дневное время. А поскольку они тяжело перевариваются, то их не стоит употреблять людям, у которых проблемы с желудком и кишечником. Переедание сухофруктов. Чревато возникновением газобразования в кишечнике. Концентрация сахаров в сухофруктах в несколько раз выше, чем в свежих ягодах и фруктах. Поэтому людям с сахарным диабетом и ожирением следует ограничить их употребление. С другой стороны, достаточно съесть совсем немного сухофруктов, чтобы получить необходимое количество глюкозы и сахарозы, полезного сахара, придающих энергии и положительно влияющих на здоровье. Друзья, на этом все. Берегите себя и будьте здоровы. Не забудьте поставить лайк. Подписаться на канал. Нажать на колокольчик.